Уже сегодня полосатую ягоду можно купить не только в продуктовых магазинах, овощных рынках, но и вдоль дорог. А продавцы уверяют, что не нарушают никаких норм и все правила знают. Но тем не менее и сами признают, что рейды со стороны контролирующих органов нужны. У дороги уж не стоять, чтобы все документы были на бахтевые, что, откуда и как. Это документы все есть у хозяина. Такие рейды очень полезны. Лишний раз продавцам напомнить о своих правилах, улыбаться, хорошие арбузы дыни предлагать продавать. Специалисты отдела торговли и предпринимательства администрации, которые еженедельно совершают рейды по таким стихийным торговым точкам, совместно с представителями налоговой инспекции, прокуратуры и Роспотребнадзора призывают горожан быть внимательными. Не всегда даже в разрешенных местах соблюдаются все нормы и правила. По культуре обслуживания есть, конечно, вопросы. При наличии желания можно организовать очень красивую культурно-торговую точку. Правила мелкорозничной торговли определены правилами торговли, разработанными в 1998 году, постановлением правительства и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Не всегда удается изостать продавцов бахчевыми на месте. Видимо, срабатывает сарафанное радио и тем, кому есть что скрывать, сворачивают торговлю. Но даже настроение тех, кто не покидает рабочие места, резко меняется. И это понятно. Ведь, как говорят представители комиссии, без нарушений практически не обходится. Вот оставляем вам памятку, отдел торговли и предпринимательства, администрации городского округа. Вот всем этим правилам и требованиям вы должны соответствовать. Внимательно изучите. Беда многих уличных торговых точек – это несоблюдение расстояния от дороги. Порой торгуют практически на проезжей части, создавая помеху для транспорта, а товар покрывается слоями пыли. Кроме того, у некоторых весы не опломбированы, а сам товар хранится под прямыми лучами солнца. Торговый точек в развал в соответствии с правилами торговли и требованиями санитарного законодательства. С применением исправного весоизмерительного оборудования, прошедшего ежегодную проверку. При наличии специализированных шатров, палаток, оборудований, чтобы арбузы и дыни, другая плодовочная продукция не находились под палящими лучами солнца и на расстоянии не менее 20 метров от проезжей части дорог. При отсутствии навеса продавцы оправдываются, что как раз собирались устанавливать. Но сколько ягоды пролежали под солнцем, остается только гадать. Нарушения происходят и по части соблюдения трудовых отношений. Целью данных мероприятий является легализация трудовых отношений, выявление незарегистрированных ИП, а также деятельность ИП, которая не в полном объеме отчитывается перед бюджетом. Как признали специалисты администрации, разговаривать на языке штрафов они не хотят. Поэтому даются рекомендации, какие нарушения необходимо исправить. Но если к пожеланиям и требованиям не прислушаются, тогда уже будут приниматься более жесткие меры. А покупателям специалисты советуют не приобретать товары, если есть хоть какие-то сомнения по его качеству и хранению. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Информационная программа «Ежедневник».